Сейчас, когда сообщение можно отправить по одному клику, а любую услугу оплатить посредством приложения в телефоне, отделения почтовой связи не чувствуют нехватки клиентов. Всего по области трудится более 3,5 тысяч почтовиков. Брест обслуживает более тысячи человек, и все они представители различных направлений. Самые массовые профессии у нас – это однозначно наши почтальоны. Их больше всего у нас. Среди массовых профессий мы отмечаем и наших операторов, и наших водителей. Как отмечают представители этой профессии, почта всегда во все времена работала для людей. Ее первоочередная задача – качественное обслуживание населения и предоставление всех услуг, которые на сегодняшний момент востребованы. Потому отделениями связи ежегодно внедряется ряд новых услуг. В последнее время мы стараемся развивать дополнительные сервисы. Услуга, в принципе, остается одна и та же. Это или посылка, или экспресс-отправление. Но под требования наших клиентов мы разрабатываем ряд дополнительных сервисов. Удобных, чтобы были население, курьерская служба, доставка в любое удобное время, доставка в вечернее время, оплата услуги или отправителям, или получателям. Развиваем наши крупногабаритные перевозки. Конечно, все эти новшества работают благодаря сотрудникам почты. Валентина Михайловна Сапко пришла на работу в 1987 году оператором связи. За 32 года сменила несколько должностей. Сегодня она начальник одного из брестских отделений связи. И признается, что выбрала этот путь еще в детстве. Потому что я пришла осознанно. Я когда-то, когда мне было вообще очень-очень мало лет, 14 лет, у меня мама спросила, твой выбор, ты куда? Я говорю, да, я иду на почту. Ну вот почему-то мне так. Ну я нравилась, потому что мне нравилась эта профессия, потому что у меня тетя работала на почте. Когда-то. Ну, я приезжала к ней в брест в деревню, смотрела, вот это все мне нравилось. Как отмечают сами почтовики, главное в их работе помнить, что клиент всегда должен остаться довольным. Здесь у операционного окна зачастую кажется, что клиента обслуживают не так быстро, как хотелось бы. Но по ту сторону все совсем не так. Оператор связи старается не сделать ни одной ошибки, качественно обслужить и, конечно же, успеть улыбнуться дорогому клиенту. Сегодня поздравления принимают все сотрудники этой колоссальной системы. Начиная от почтальонов, заканчивая техперсоналом. И каждому из них приятно осознавать. Окунуться в виртуальный мир целиком не получится никогда. Ведь почта была, есть и будет. Я искренне поздравляю всех своих коллег, наших клиентов с этим замечательным праздником. Желаю всем успеха, развития, творчества, высоких достижений в труде. Ну, а нашим клиентам хочу пожелать, чтобы они почаще приходили в наши объекты почтовой связи, пользовались услугами почтовой связи. А мы, почтовики, будем делать все для того, чтобы вам было приятно, комфортно и удобно. Мирослава Коваленко, Григорий Пекарский, телекомпания БУК-ТВ.